Всем привет! Это подкаст по ГОСТу, телец самолета, леса, закастинг Вудмана, бежу, амигуру, я директор туалета, начальник туалета, особенно мальчики подходят, прям у меня хорошие, и Моисей, и Сережа, и вот он мне очень нравится, блин, любимые треки уже, так, котелах она любит, да, там такие вещи происходили, страшноватые, Довольно, что страшно находиться в этом помещении, вот там уже мы тусим, там уже можно и выпить, и отдохнуть, какое с этим Басковым и Димой Милохин, о! Всем привет! Это подкаст по ГОСТу, день супер, месяц кайфовый, погода кайфовая, сегодня нас ожидает знакомство с серыми кардиналами улицы Профсоюзная, вот так. Всем привет! Я являюсь соведущей тоже этого подкаста, сегодня у меня прекрасный, замечательный просто соведущий, это Булат, Булат у нас депутат, владелец собственного хэштега в соцсетях, владелец самолета, леса, и еще много всего у него интересного есть. Заводов, пароходов, концерт, и так далее. Да-да-да, я думаю, это вскроется в процессе диалога. Сегодня моей сведущей будет очаровательная Юля, она актриса, вокалистка, начинающий диджей, в общем, возьмется за любую работу, банкет, и за все остальное, и за кастинг Вудмана, и за все, что есть на Headhunter, так что все супер. Первая строчка в Headhunter моя. Да, все, начинаем. Да, итак, у нас в гостях сегодня Гулюса и Римма, мы вас приветствуем. Как ваше утро началось сегодня? Утро началось отлично. Как ваше утро? Поработать в ночном клубе. Я говорю, а кем? Ну, там найдется кем? Я говорю, ну, ладно, давай посмотрим. Я позвонила Алине нашей, нашему администратору, будущему моему, то есть. Позвонила, она сказала, приходите, пожалуйста. Ну, я посмотрела, мне понравилась. Мне понравилась обстановка, мне понравилась народ, который там работает. Атмосфера сама. Атмосфера вся, да. Мне очень мне это понравилось. Я сразу в тот же день вышла на работу. То есть я работаю техническим персоналом. Я директор туалета, так можешь сказать. Начальник туалета. А сколько лет уже? Я только-только еще начала работать. Буквально недавно, получается. Буквально недавно, да. С августа. Все, все ясно. Мне очень нравится. И молодежь прекрасная вообще. То есть вы прям общаетесь с молодежью? Я общаюсь с молодежью, да. Они ко мне подходят. Особенно мальчики подходят, прям поддержат меня. А во мне тяжело. А как вам музыка? Я говорю, мне нравится, все прекрасно. Потому что у меня внучке 20 лет. Она тоже как-то ходила. Сейчас она, конечно, не может в силу того, что она учится и работает. Да. Поэтому у нее просто не хватает этого времени. А так вот дети вообще прекрасные. Я их детьми называю, потому что они как внуки, как внучки, вот как дети. Они прекрасные. Вообще прекрасный народ. Вот у нас наши вот посетители, они, как сказать, образованные, воспитанные, вежливые. Хоть и многие сейчас старики, как я, например, пенсионеры говорят, то, что это, типа, вот грубые, невежественные, там, хамские. Я говорю, нет, нет, нет. Очень хорошие дети, прекрасные. Это очень радует, правда. Спасибо большое, Римма. Гулюса. Ну, у меня день начинается как? Обычно. Стою, кушать, приготовила. Ну, могу пойти с внуком погулять. Фуагра немножко сделали себе, да? Яйца пашот. Раньше просто я работала поваром, поэтому я уж так это, немножко так готовлю. И стараюсь там побольше приготовить, чтобы уже пятница, суббота никак не это, меня никто не отвлекал. Да, у меня работа. То есть у вас все, пятница, суббота, вычурки из жизни, потому что вы полностью погружены, получается. Я живу базаром, да. Все, я прихожу, все. Это круто, серьезно. Прям, я думаю, что многие мечтают о такой работе, почему бы и нет. Бесплатно тусить в клевом заведении, по-моему, это круто. Почему бы и нет. Отлично. Всегда проходить через вход, и никто не остановит. Огонь. Можно даже на кабалках. Правильно? Да. Да. Все супер. Итак, твой вопрос, Юля, давай. Я хотела бы еще узнать, сколько именно вы работаете тоже в базаре. Я работаю где-то с июля месяца, когда вот карантин вот этот закончился. И мне вот знакомая, она когда-то работала тут зиму, предложила поработать в базаре. И, в общем, как-то вот так я связалась с Алиной, пришла туда. И как-то вот так мы быстро общий язык нашли и подружились. И прям, я не знаю, любовь, морковь у нас. А вам по атмосфере как? Тоже нравится? Очень хорошо. В принципе, если вот где меня не устраивает, где ничего-то, что-то, я не буду работать. Я работала в разных клубах, вот, и поэтому как-то здесь коллектив хороший, ребятки хорошие. И все, в общем, устраивает меня. Ну, то есть в клубах вы работаете уже достаточно давно, я так понимаю, да? Да. Вы привыкли к этому образу жизни, что в пятницу в субботу это абсолютно органично. А с понедельника по четверг вы на даче, летом? Нет, я живу в своем доме, и как бы у меня... А, ну, два в одном, да. Все отлично. Это даже лучше, на самом деле. Окей. Еще есть очень интересный вопрос. Самый невоспитанный диджей. Вы знаете диджеев по именам, никнеймам и так далее? У нас нету таких. Нету таких? Нет. Все воспитанные. Все хорошие. И Моисей, и Сережа, и там вот еще там мальчик, который... Самый хороший Моисей. Разные ногтики делает там, не знаю, как его зовут. Да уж. Тоже прикольный. Они все хорошие. Да нет, на самом деле они реально все прикольные, действительно. Там вся тусовка классная. А вот вам приходится работать, может быть, в берушах, нет? Нет, я даже... Вы наслаждаетесь звуком музыки. Клубной. Хоть она, конечно, громкой бывает, музыка эта. Прямо аж если... Ну вот про это как раз. Если присланиться к стене, то есть даже массаж не нужен. Массажист не нужен. То есть вибрация прям передается, да? Вибрация такая, да. А так мне нравится. Мне очень даже нравится. И музыка нравится. Особенно, когда Моисей составляет. О, прикольно. Есть какие-то, может быть, любимые треки уже? Так. Как дела? Как дела? Как дела? Как дела, да. Как дела она любит, да. Вот это, вот это. Ниждан просто. Сюрприз, серьезно. Мы только хотели... А слова знаете? Не совсем мне музыка нравится. И то, что как клиенты, посетители, они как танцуют, реагируют. Они прям хором поют, хоть в туалете, хоть в зале вообще и танцуют. Им вот нравится, не нравится. Ну вот это вот называется как раз, вот эта энергетика вся в общей сложности называется вайб. Вайб, да? Ну вот. Вот это вот как раз на меня действует вот это вот вообще прям здорово. Ну там есть, еще есть, но только я по названию не знаю, как. Нам все это Ирик переводит. Если какие-то что-то нам нравится, мы его, он нас. Потому что он барбек, он все время с нами как бы. И мы, если что-то там не понимаем, мы, Ирик, это что за песня? Это вот это чё-чё-чё. Да, и с английским языком переводит, потому что заканчивал. Еще вопрос. Как ведут себя дети, чиновников, звезд и так далее? Есть ли какие-то такие вот персонажи, которых можно выделить? Не обязательно в плохом каком-то русле или еще что-то. Просто вот выделяются ли эти люди, например? Нет. Никак. Никак. Ну, да, по одежде, да, можно сказать, по одежде есть некоторые. А так, обычные люди вообще. Тоже уважительные, приятные. Да, уважительные, приятные дети. И они ничем не отличаются вообще от других. Ничем. Это здорово. Безумно приятно слышать, честно. Прекрасные дети. Никак не выделяются. Может быть, была какая-нибудь такая ситуация, и вы определили для себя, кто самый наглый гость. Есть ли такой человек? Нет, при мне не было такого. То есть все вот именно себя ведут? Адекватно. Адекватно. Адекватно, да. Это супер. Да, потому что нас, наверное, во-первых, из-за того, что еще пропуская система, там хорошая. А, угу. То есть спейсеры свою работу делают. Воискам очень хорошо работают. Окей, следующий вопрос, он немножко из разряда, вон, выходящего, на самом деле. Происходило ли что-то паранормальное в заведении? Немного. Может быть, не знаю, там, бокалы летали или еще что-то. Вы же остаетесь после закрытия клуба, наверное, правильно? Бывает же такое? Да. Вот, что-то было? Ну, я такое не ощущала. Я единственное, вот, прихожу в понедельник, как бы, после вот этих пятниц, суббота, как бы, прибираюсь, там, посуду мою. Ну, я вот боюсь туда дальше в туалет идти, пока кто-то не придет. Ну, свет не включат. Я, как бы, немножко это... Немножко страшно. Ну, а паранормального ничего не было? Нет. Интересно, здание это старое просто? Я думаю, там... Ну, здание старое, это, чтобы чувствовать паранормальное, это надо оставаться. Или раньше приходить. Вот, просто когда я работала в клубе Малибу, там такие вещи происходили страшноватые. Ничего себе! Это интересно. А есть ли какие-то вещи, возможно, интересные, которые вы находили? Интересные находки, потерянные вещи, может, самое ценное что-то было такое? Я вот находила телефон, ну, цепочки вот эти. Ну, я все олене отдавала, если люди, кто-то придет, чтобы... Как бы, там такого нету, там, чтобы кто-то нашел, что-то зажал. Все, что находится, отдаем администратору, и они, как бы, приходят, если что-то там потеряли, спрашивают. Вот девочка была недавно, но это тоже нонсенс. Она потеряла какую-то маленькую штучку, то ли это был брелочек или что-то, хотя мы убираемся после вот этого закрытия клуба. Мы говорим, ну, я не находила. Еще там у меня смещится есть тоже, она говорит, я не находила. Ну, они попросились сами поискать. Вы представляете, они нашли. Я вообще была в шоке. Ну, надо же, какие молодцы. У меня просто тоже была такая ситуация, пару раз теряла мелкие вещи, и было такое, что я находила, но было такое, что невозможно. Можно было найти, потому что действительно очень маленькое. А можно вернуться к Малибу? Я вот здесь подумал, что там такое творилось, а? В Малибу там, я, как говорится, там работала, отработала почти что пять лет, но с мая по сентябрь. Ну да, мы здесь не только о базаре просто говорим, а именно в целом. Вот так, с директором с Ольгой Владимировной мы как-то очень вообще дружились, и как бы она меня каждое лето приглашала работать. Но там вот всегда какие-то шорохи, всегда какие-то вот что-то, вот что-то, ну, и само, когда вот я приходила раньше всех, получается, открывала двери, начинала убираться, и там, ну, обстановка немножко, когда ты один остаешься, жутковатая, вот как будто вот, ну, как сказать? Кто-то следит. Не то, что следит, а как-то вот страх какой-то нагоняется, вот бывает, что страшно находиться в этом помещении, а потом уже, когда ребятки приходят, нормально, а так я старалась быстро убраться, и сидела там где-нибудь, ждала их, чтобы это, ну, там вот немножечко, как-то вот, ну, кто, бывает там ребятки, у кого негде было ночевать, оставались ночевать, но они не могли там, уходили сразу. Ничего себе. Потому что что-то там вот. Нечистое. Да. Все ясно. Следующий вопрос, может быть, были какие-то неприятные находки, прям из разряда, по-моему, выходящего, да. Это презервативы и что-то такое, что ли? Да, вещества какие-нибудь запрещенные и так далее. Не только в базаре, вообще, в принципе, за всю деятельность вашу. Вашу деятельность, да. Чего-то. Ничего не выделяется, не выбивается. Ну, ладно. Ну, слава богу, значит, у нас чистый город, отличный, без этого всего. Да, не скакойно там все-таки, мне кажется, такого, чтобы там ни разу. Один из самых интригующих вопросов. Барабанная дробь, тададада, так, внимание. Было ли такое, чтобы надолго в туалете запирались несколько парней друг с другом? С подозрениями там. Ну, понятно, с какими-то подозрениями. Да, 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 да. Ну, вот как-то интересно. Вот так. Не только там, не только в базаре. Вообще, в принципе, в принципе... Ну, если брать Малибу, ну, потому что я большее время там проработала, как бы, а в базаре работает Римма в туалете, она может сказать. Вот в Малибу, там мы закрывались и парочками, и мальчик-мальчик, и девочка-девочка. И мне приходилось это все, ну, я не знаю, вытаскивать их оттуда, с охранниками вместе. Было такое, да? Это было неудобно. Ну, неудобно это. Ну, неудобно, а очередь, а другие тоже в туалет, если хотят, им просто не попасть. Понятно. То есть, основная причина вытащить их оттуда, просто что другие попасть не могут. А так, если никого в очереди нет, то пусть стоят, все нормально. Нет, ну, желательно, конечно, чтобы по одному ходили все-таки. А, все ясно. А почему так? Скажите, пожалуйста, кстати, вот тоже интересно, почему нельзя ходить по двое? По двое? Там унитаз один, зачем вдвоем ходить? Ну, вот девочки, например, ходят вдвоем. Девочки, я не знаю, что это традиция такая, серьезно. Я им вопрос задавала такой, почему девочки? Вот там унитаз один, почему вы вдвоем? Да там несколько, по-моему. Сумочку подержать, чтобы кто-то подержал сумочку. Нет, не сучку, там есть у нас и это, крючочки есть. У всех девчонок разные версии, кстати. Просто они мне как отвечают, говорят, для поддержки, для духа. Ну да, конечно. Я говорю, пофоткаться, что ли, у нас там красивые зеркала разного цвета в каждой кабинке. Ну, то есть, подсветка такая красивая. Я говорю, если пофоткаться, так и скажите, что вы зашли пофотографироваться, предупредите заранее. А вы фоткались в эти зеркала? Нет, ни разу. Нет? И у вас есть инстаграм? Есть. Есть? Серьезно? Да. Вы подписаны на какой-нибудь клуб казанский? Ну, на базар я подписалась. Пока еще, я еще пока не подписалась. На базар подписалась. Я не знаю. Все ясно. Блин, интересно. Так, смотрите. Тусили ли вы когда-нибудь на корпоративе? На корпоративе базара или другого заведения? Нет. Вы звали вообще? Нет, что-то. Нет. А почему так? Ну, пока еще не было. Вот мы же работаем недавно. Ну, да. Поэтому, ну, может, на Новый год, дай бог, будем тусить. Ну, да. Мы, если что, маякнем, конечно. Ну, вот если в других заведениях... Так, уважаемые слушатели, слушатели, кто работает в базаре, обязательно пригласите. Пригласите Гулюсу и Риму потусить на вашем корпорате. Это нужно обязательно. Серьезно. Это обязательная вещь, да. Это главные люди, правда. Так, окей. Какие у нас еще есть интересные вопросы? Давай, Юля. Интересные вопросы. А вот, может быть, вам предлагали взятку за вход в туалет, чтобы без очереди как-то пройти? Или вдвоем? Было, было. Сто процентов было, да? Мне кажется, тоже было, да. Взятку в туалет? Ну, нельзя, ты будешь просто, типа, любые деньги, я в туалет хочу. Нет, нет, такого не было. Просто, просто говорили, проведите, пожалуйста, у меня без очереди. Я не могу, потому что я не могу терпеть. А я говорю, ну, потерпеть, потерпеть. А в клуб когда-нибудь какой-нибудь просили провести с вами вместе? Нет. Пройти. Нет? Нет. Никто, да? Ну, то есть пройти никто не просился. Нет, ну, если даже просились, я бы, например, отказалась бы, скорее всего, потому что все-таки это заведение. Ну, да, я понимаю, у них там свой фейс-контроль, и пусть сами разбираются. Ну, это правильная позиция, на самом деле, действительно, почему бы и нет. А я бы попросилась. Кого из вас персонал больше любит? Вот прям, или контактируете больше, может быть, с персоналом, или еще, вот, кто больше общается с ними? Есть у вас такое? Кто больше? Ну, мы, наверное, стримы вдвоем, вот, со всем персоналом хорошо общаемся. А самые близкие мы с ней, вот, вдвоем. А, ну, это здорово, а как по-другому? Общие темы у нас такие. Ой, мы начинаем все обсуждать. Одна тусовка. Одна тусовка, да. Ну, это отлично. Отличная атмосфера, действительно. Вы бываете в клубах, в частности, в базаре, и в будни тоже, я так понимаю. В будни, да, я прихожу. Наверное, когда съемки какие-то, да? Не всегда, я просто прихожу раз в неделю, чтобы где-то убраться, где-то, чтобы... То, что в пятницу приходим, мы не всегда успеваем там что-то, а все это... Чтобы, в общем, в порядок привести. И, как бы, в те места, где в пятницу мы... Труднопроходимые, так сказать. Все ясно. А вот, бывает у вас такое, что вы можете из-за чего-то поругаться, либо с персоналом, либо с клиентами, либо между собой как-то, может, какие-то темы, что-то мнение не поделили? Может, бывают поводы, кто знает. А так, у нас дружеская такая атмосфера. Как вообще? Мы постоянно смеемся, постоянно шутим что-то. А я уже бегаю, то на кухне прибегаю к девчонкам, на кухне к пацанам, около них посижу, как говорится, адреналинчик, здесь хапну, посидим, там в туалетике. Неплохо. Нормально, нормально. Сюда-сюда бегаю, тут посмотрю, девчонки, как дела? Все нормально, все нормально. В целом ночью бывает сложно работать, это как-то отображается на аморальном состоянии, может быть? Или как вы высыпаетесь после этого, как приходите в порядок, ну, ежедневный сон, допустим, он же ночью, а вы на две ночи, получается, выбиты из этой колеи. Сложно потом вернуться, нет? Я, например, вообще, мне удобнее работать ночью, хотя мне муж все время говорит, нафига тебе эта работа, там, ночью работать. Я, если даже не работала, когда в клубе, я все равно засыпала не раньше четырех ночи. Я вот человек такой поздний. Сова. Сова, да. Я лазью, я что-то свои дела делаю, мне вообще как-то... Ну, я тоже так же, я пока растила своих шестерых детей, мне приходилось ночами шить, то есть я на дому шила, заказы принимала. И так же, пока дети спят, мне надо что-то платье шить или юбку шить. Поэтому у меня все уже вот этот, да, многолетний режим. Да, и теперь я уже это, ночами толком не могу спать, то есть я днем посплю немножко. Ночью я сижу, свои игрушки вижу, амигуруми. Выпить предлагают? Нет. Где-нибудь в баре, не в баре, вообще, в принципе, с этим вопросом ни разу не подходили. Нет, не подходили, дело в том, что я прям сразу же говорю, то, что я, нет, не пью вообще. Все ясно, все ясно, все ясно. На работе, на работе нет, а так вот... Ну вот, а у нас тут несколько вопросов было. Нет, я единственное, вот, когда езжу отдыхать куда-то, вот, там уже мы тусим, там уже можно и выпить, и отдохнуть, и как бы это нормально. Ну, с базаром еще не тусили. Нет, нет. Блин, вот надо обязательно устроить. Обязательно. Итак. Может, вы кого-то знаете из современных исполнителей? Вы сказали, что у вас есть любимый трек, который ставят сейчас. Мне вот сейчас нравится, знаете, какой с этим Басковым и Дима Милохин? О, тиктокер. Вот это, да. Вообще, вот. Я не знаю этот трек, кстати, ни разу не слушала. А его там играют? Нет, не играют, конечно, но вот он не очень нравится, блин. То есть вы сами уже слушаете какую-то такую музыку? Дома тоже слушаю музыку. Конечно, слова, песен не знаю, но дома я врубаю тоже музыкальный канал. У меня все дома убегают. Понятно. Они потому что считают, что я еще не наслушалась, походу. Ну, то есть вы слушаете музыку сегодняшних дней, да, я правильно понимаю? Русскую, зарубежную. И татарскую слушаю, да. И татарскую современную. Да. Это интересно, серьезно. Так, окей. Еще один интересный вопрос. Базар вашей молодости. Был ли какой-нибудь клуб просто какой-нибудь совсем кайфовый или не кайфовый, я не знаю. Какой-то клуб, который вот прям на всю жизнь отпечатался у вас в памяти. Ну, или танцоплощадка, это, наверное, называлось раньше. Да, да. Я ходила здесь, в Казани, только две дискотеки было, то есть где-то на улице Родина, где-то возле кинотеатра Родина. Туда я там ни разу не была, но мы все время ездили, где энергоинститут. А это Юля рассказывала, она там всегда тусит. Где? Это было 80-е годы. 79-80-е годы. Ну, конечно, нам отрывались, здорово было. Здорово было. Это самые первые впечатления. Грод бар. Нет, я не знаю, как он назывался. Раньше такого не было. Баров не было. Просто дискотека и все. Даже названий не было. Там интересно было, конечно. То есть мы от завода, нам, как активисткам, давали вот эти вот входные билеты. Ну, вот мы... Ну, это какие-то подпольные тусовки были, да, я так понимаю? Нет. Не подпольные. Тогда еще комсомольцы были. Кстати, вас поздравляли. Сегодня день рождения комсомола. Да, отлично. Ура. Да, настоящая римосфера. Супер. Я не была комсомолом. Что-то мне не повезло как-то. На чей концерт бы сходили с удовольствием? Я бы, вот знаете, на чей пошла бы концерт? Я покупала на него билеты, на Кустурицу. Но он почему-то не приехал. Мне очень нравится Кустурица. Интересно. Интересно. А я бы еще раз сходила на Аллу Пугачеву. В 80-м году она приезжала в Казань. Я была на этом концерте. Мне очень понравился. И до сих пор она моя любимая певица. Пусть хоть что о ней говорят, но ее никто не перепоет, наверное. Ее вот песни, смысл. У ней же смысловые все песни. Да, я соглашусь, что ей очень хорошо пишут. Но я бы тоже сходила на Пугачева, если честно. Потому что это легенда. Легенда, конечно. Которая через столько времен пронеслась, на самом деле. Чуть ли не с каких? 60-х же, по-моему, да? Нет. Она, по-моему, в 70-х. В 70-х, окей. В 80-х она. Где-то вот в начале 80-х. То есть в конце 70-х начала. В 78-м году, что ли, в 77-м году. Вот в этих. То есть она сюда приезжала. Она еще малоизвестна была все равно. В Казань, когда приезжала. Но мы их ждали. Мы в январе должны были пойти на концерт. До сих пор еще помню, да, сколько лет прошло. В январе должны были пойти, а у ней отменился этот концерт. Мы, то есть, попали только в марте. Полный зал, аншлаг прям полный. Конечно. Почему нет? Рубрика «Прорыв года». Булат, я хочу, чтобы ты осветил эту тему поподробнее. Может быть, вы знаете про какой-то мощный прорыв года. Не обязательно хороший. Прорыв трубы. Да. А сколько убирались потом еще? Прорыв года. В Азаре. А, в Азаре? Да. Только канализация прорывала, и все. Ну вот, мы про это. Три раза. Три раза было. Три раза. При вас уже. Окей. Можно еще один провокационный вопрос? Как вы относитесь к татуированным людям с татухами на лице, с накрашенными глазами? Ой, глазами. Фу, слава богу, не глазами еще. Ноготочками и все в этом роде. Насколько это режет глаз вам или не режет? Или это нормально? И такие люди были еще в 60-е, 80-е, не знаю, хиппи или еще что-то? Я отношусь нормально, потому что у меня внучка, ей 20 лет будет, она в татуировках у меня. То есть на ноге села, после… Ее зовут Оливия, она оливковая ветвь на груди, а под груди колола. После у меня младшая дочка, после еще одна дочка, они у меня в татушках тоже есть там кое-где. Ну и накрашенными ногтями тоже. Ну, конечно, естественно, это же красиво, и ресницы, чтобы нарощены были, и ногти накрашены красиво. Ну ладно, ты у девочек угодишь с собой. Я про мужчин говорю, с накрашенными ногтями и так далее. Ну, я как-то не так отношусь, все равно я старое поколение, поэтому я не больно. То есть есть какой-то такой… Я, например, отношусь нормально. Я считаю, что раз человек так захотел, он так самовыражается. Да, нам просто интересно отношение другого, более взрослого поколения к этому, поэтому такой вопрос создаем на самом деле. Я считаю нормально. Если человеку так удобно, так он считает, что лучше ему, ну, ради бога. Если нечем самовыразиться, конечно. Конечно, есть только в таком случае. А потом постарше бог захочет удалить, сейчас это не проблема. Ну, не знаю. Нет, ну то, что на ногти, конечно, красит все тоже. Ну, просто сейчас пошла такая культура. Ну, в целом вы толеранты относитесь. Да, ну, конечно. К нам приходят, да, мальчики такие. То есть как бы нет такого, чтобы бросались на людей. Ну, это круто, а как по-другому? Как получается работать в такой свере деятельности и относиться как-то негативно? Конечно, это правильно, так и должно быть, я считаю. Почему бы или нет? Просто кто относится негативно, они не смогут там работать. Они будут все время обсуждать, что это вот такое. О, этот вот такой вот. Ну, как, например, можно обсуждать человека, если вот ему нравится быть таким. Знаете, что самое кайфовое? Знаете, что самое кайфовое? Вот я обратную связь со своей стороны дам. Безумно приятно слышать и понимать, что технический персонал в заведениях действительно живет той же самой жизнью и так круто относится к молодежи, называет детьми. Это безумно круто. Я достаточно долго в этой индустрии, и я никогда не разговаривал с техническим персоналом на все эти темы. Мне самому очень интересно узнать ваше отношение, поэтому я прям безумно благодарен вам за ваше отношение, за ваш взгляд, за... Вот теперь я знаю, как нам относятся ко всем, действительно. И к тем, кто играет, кто делает эти тусовки, кто тусит. Безумно приятно, что работают такие люди. Это очень круто, серьезно. Очень здорово, что вы тоже в теме, все в теме, то есть персонал действительно одно единое целое. Ну а там по-другому нельзя. Если просто, если придет другой персонал, например, он начинает его раздражать, музыка еще. Бывает, вот люди приходят, они недооценивают, видимо, своих возможностей. Ну, лишь бы заработаете, все, как бы день прошел, и все. Например, я так не могу, мне вот, ну, я не знаю, я по-другому отношусь. Если мне нравится работа, я работаю, там независимо. Ну, это бжиться надо все равно, но как-то... Мне вот, например, сразу понравилось, я так подумала, я сама такой человек, как говорится, за любой... Движ. Да, руками, ногами. Поэтому мне уж это уж нравится, понравилось мне, поэтому я там работаю. Супер. Надеюсь, то, что дальше тоже все хорошо будет. Самое кайфовое, что вы любите трек «Кадиллак», это меня больше всего... А я говорила, а я говорила! А вы помните несколько строчек или, может, фразеологизм какой-то, я не знаю? Нет? Окей. Если бы сейчас поставили бы... А, то есть, это можно сделать. Да, мы тусанули, естественно. Да. Может быть, у вас были какие-то такие ситуации, как вот говорят, происходит что-то, и стыдно человеку смотрящему, а тому, кто это делает, не стыдно. Испанский стыд, может, вы испытывали за кого-то или за что-то? Что-то, то, что есть ситуации. Какие-то неудобные, неудобные, дурацкие случаи, может быть, какие-то, которые... Это по жизни. Ну, по жизни, наверное, много было именно в клубе. Да, ну, в клубах вообще, в принципе, в клубах. Ну, в клубе здесь ребятки все открытые, как бы такого нету, чтобы там что-то даже, ну, я не знаю, если какое-то что-то там, ну, случилось или что-то, например, мы сразу либо Серёже говорим, если что-то по их части там, либо с Алиной, так, чтобы не уж на начальство сразу бежать доносить там что-то. Нет, как бы сразу на месте всё решили, а так, чтобы... Не знаю, ну, вот все там ребятки прям хорошие подобрались, нету такого, чтобы там был кто-то такой, что-то там делал за спиной, и как-то ты знаешь это, и, ну, молчишь, не говоришь там, например, нет такого, нет. Всё открыто, всё честно. Это самая правильная позиция. Вообще молодцы, серьёзно, на все сто. Я безумно, безумно рад, что именно такие люди работают, это очень круто. Кто такой Серёжа? Серёжа? Это бармен Серёжа. Старший? Старший бармен. Да. Который, естественно, максимально защищает всегда. Он очень хороший, он очень прикольный. Он очень добрый. Серёжа должны быть везде. Да, сто процентов. И Ирик ещё. И Иричек наш. Кстати, давайте о любимчике поговорим. Кто любимчик, ну-ка говорите. Давайте. Барбек и Ирик. Барбек и Ирик. Супер. Это ваши любимые гости. Это не гости, это работники. Барбек, он помогает барменам, потом разносит лёд, там напитки, ещё что-то, стаканы собирает. Подготавливает как-то лёд. Большую часть, скажем, он с нами вот с девяти и до закрытия, скажем так. Всегда с вами. Да, и какие-то периоды мы просто вот шутим, смеёмся там на разные темы. И бывает вот как-то вот так. Ну, с ним весело. Спелись. Он очень прикольный. Нормально. Спелись, танцевались. Он танцует, он танцует, он знает треки хорошо какие-то. То есть он вам тоже подсказывает. Да, да, да. Он расшифровывает, да, зачастую? Да, расшифровывает. Отлично, отлично. И русские треки тоже причём. Такие-то, может быть, он вам современные шутки рассказывает. Приколы всякие. Приколясы. Ой, он без всяких шуток приколясный. Он у нас вот в холодильнике мы лёд замораживаем, а у нас есть молоточек там деревянный. Вот это вот, я не знаю, это только Ирик может. Они этим молоточком, когда с морозилки вытаскивают лёд, долбят, чтобы немножко нота, потом высыпать и отнести. И вот он всё время прикалывает, что он сын Тора. Когда он ему что-то говорит, он говорит, всё, я сын Тора, каких-то там земель, каких-то земель хозяин. Только Ирик пусть иногда возвращается. Кальян курица? Нет. Нет? Нет. Как вообще в целом относитесь к Кальяну? Это нормально? Кто курит, кому нравится, тот пусть курит. Нет, я тоже так считаю, я тоже не курю. Я за ЗОЖ. У меня просто племянница, она вышла замуж за араба. И вот в прошлом году, вернее не в прошлом, в этом году я должна была ехать в Ташкент. Потому что я сама там родилась, жила, там 20 лет, как она приехала здесь, живу. И вот мы должны были встретиться. И она такая любительница кальяна, скажем так. Ну, у арабов так уж. И она, да, она говорит, всё, я привезу кальян, всё. Я говорю, да я не курю. Она говорит, да я тебя научу. Я говорю, да нафига меня учить уже в 50 лет, мне зачем кальян курить уже. Она говорит, нет, нет, попробуешь что-то. Я говорю, ну ладно. Не получилось, думаю, на следующий год попробуем. Нормально, отлично. Новое ощущение. Экспериментировать иногда полезно. Да, новые эмоции, супер. А вдруг понравится? И действительно. Потом будете бегать за углём в 2 часа ночи. Нет, у меня кальян есть. Мы когда ездили в Египет, я привозила оттуда. Может быть, сравним молодёжь, какая была в ваше время и какая она сейчас. Есть какие-то плюсы, какие-то минусы, как в целом отношение, может быть, к каким-то вещам фундаментальным поменялось? То есть, вам это нравится или не нравится? Молодёжь раньше, она всё-таки была немножко поскромнее, может быть. Была более всё-таки послушная. Поспокойнее, видимо. Была немножко всё-таки, ну какие-то были, наверное, старались больше отдавать себе учёбе, скажем так, может быть, какие-то планы. Сейчас молодёжь, она более хорошая, она более современная, она более всё равно знает, чего хочет, куда ей двигаться, там, ну я не знаю. Уже даже вот можно у них спрашивать советы, как быть, как быть в такой ситуации. Они тебе даже посоветуют вообще. Информации, много, обра жизни. У меня вот ночью, она много чего, вот в Питере жила, и везде, понемножку везде жила. И вот она мне тоже всё время такие вещи иногда рассказывает, я даже никогда не задумывалась. Ну то есть сейчас одним словом можно сказать, что взрослеют быстрее. Да. Фактически опыта набираются быстрее, и жизненными ситуациями больше сталкиваются люди, чем раньше. Да, и очень интересные, вот не знаю, как вот другие читают, нет, вот мои дети, они все читают. Они любят читать, они любят там это. Конечно, вот одна любит у меня про любовь читать, всякие романчики, другая у меня читает вот какие-то психологические всякие эти. Я всё время говорю, Альбина, ну зачем ты такие читаешь, сложные эти? Она как мне нравится. Мне интересно, значит. А вот в целом сейчас просто очень многие идут на поводу как бы у своих желаний, стремятся к своим целям, и могут пропустить тот момент, когда нужно завести семью, детей, и до конца жизни могут остаться, ну, просто в одиночестве, потому что им так комфортно, или потому что они в своё время не успели. Да, вот как вы к этому относитесь? У меня дочери 25 лет, скажем так, нет, 27, это я с сыном спутала, 27 лет ей, да, и она не горит желанием выходить замуж, она считает так, что она не хочет, либо, ну, нет такого человека, который бы ей нравился, а выйти абы-кабы, чтобы там была семья, она не хочет. Вы считаете, что это правильно? Я считаю, как она хочет, я не давлю никогда, есть родители, которые вот у меня, сестра, она говорит, ой, да, отдай уже замуж, зачем? Она сама решит, выходите замуж или нет, как там, как я могу настаивать, вот, давай выходи замуж, там это, ведь не в замужестве счастье, я считаю так, она сама решит, если в Европе как, в Европе вообще выходит очень поздно замуж, в лет под 40, и заводит семью. Я ей говорю, Альбиша, не переживай, у тебя еще все впереди, кто знает. Ну да, с этой стороны, да. Смотрите, знаете, раньше были клубы-клубы гигантские, да, вы же тоже работали в них, ну, в больших клубах, потом все скатилось в бары, в маленькие заведеницы и так далее. Что дальше с клубами? Давайте подумаем вместе. Какое у вас мнение на этот счет? Что будет дальше с клубной культурой или ночной деятельностью и так далее? Может быть, это будут целые улицы тусовок или еще что-то? На ваш взгляд, из вашего опыта, потому что вы в этой сфере уже давно. Ну, я думаю, что клубы уж останутся, по-любому должны остаться, потому что молодежь куда-то должна приходить, и вот, ну, они подпевают, там, танцуют, какую-то свои вот это. И находить себе кого-то, чтобы жениться в 40. Ну, неважно. Супер. Просто, чтобы они могли там вот это вот все выплеснуть, вот это, то, что копилось у них, как бы, все равно это клубы, они дают какой-то вот толчок, чтобы они немножечко, этот, расслабились, что ли, как бы, вот так. Выплескивали энергию просто, и все. Ну, то есть, да, тусовки-то будут всегда. Просто, как вы думаете, во что они преобразуются? Они преобразуются раз в пять лет, на самом деле, в среднем цикл такой. Максимум-максимум 7-10, это вообще рекорд. Вот. Примерно плюс-минус. Может, они станут какие-то более маленькие? Или, наоборот, клубы вернутся. Клубы поинтересом нам, скорее всего, будут. Поинтересом, я так думаю. Я даже не знаю, как. Мне кажется, по каким-то категориям будут делиться. Да, я так думаю. По категориям, наверное, да. Ну, с одной стороны, это логично. Клубы для ребят с накрашенными ногтями, клубы для ребят в толготках. Нет, вот смотрите, если брать клубы... Клубы для нормальных ребят. Нет, если брать клубы, например, вот наш базар, например, он отличается тем, что приходят порядочные ребятки всякие там. Я еще немножко работала в клубе, где Little Bar, он сейчас называется Ноты. Ну, там, конечно, приходят отстой. А почему? На самом деле, контингент, я согласен с вами, что в каждом заведении отличается. Там ужасный контингент. Я не знаю, я такое не видела вообще нигде. Это просто меня знакомая просила там поработать. И вот я была в шоке от того, какие там приходят. Самый дурацкий клуб Казани, скажите. Самый дурацкий нафиг клуб, который охота сжечь просто дотла нафиг. Вот есть такой стопудов, скажите. Нет, не сжечь уж, но пусть все-таки да. Ну, такие люди тоже, наверное, где-то должны тусить. Маргиналы, маргиналы. Все, все понял. Как вы считаете, почему в одних клубах нормальный контингент, а в других дно? Это какое-то разделение есть или нет? Потому что бывают места, где, в принципе, собирается разный контингент. То есть это могут быть и бомжи, и мажоры, ну, грубо говоря. Одновременно. Да, одновременно. Есть такие места. Не знаю, но вот в Самаре есть. В Самаре это ветерок, нить. Ну, это зависит, опять-таки, от самих вот директоров клуба, может быть. А, то есть какие условия? Да. Понятно. А где условия попроще, извините, где вот как в нотах, там, пришел девка бесплатно наливает шампанское, они попили, поплясали и свалили. Все. Понятно. А где-то в каких-то клубах видели, чтобы реально девчонки снимались, блин? Ну, вот прям, ну, дурацкий трешаковый вопрос. Ну, сейчас это распространяешь, может, тут все взрослые люди. Есть такие какие-то места, где вот прям правда. Пришел, увидел, победил. Ну, наверное, в любых клубах есть игра. В любых. А в базаре? Ну, базаре... Такое бывает? Да не обязательно даже в базаре, серьезно. Тоже бывает. Давайте просто... Прискучин нет, конечно, да. Понятно. Какой самый съемный клуб? Где больше всего видно этого всего добра? Да, всего добра, где видно. Да. Вот прям таких девчонок, да, которых вот последний шанс, так называемый. Мне кажется, я даже знаю такие места, но я там никогда не была. Ну, ты рассказывала про них, я помню. Только ты говорила, что была. Ну, вот раньше был полтинник, там точно. Там точно. 50 на 50 который? Да? Все ясно. Все. Это вот то самое дно, мне кажется, было. Которое... Окей, все ясно. Пробивается, которое... Ну, это круто, серьезно. Остренькие вопросики у нас пошли, такие с перчинкой. На самом деле это клево, правда. Хотели... А, давай, говори, давай. Да, у вас было такое, что кто-то такой заходил, очень борзый, и вам прям хотелось ему шваброй вдарить. Или чем-нибудь другим, или вообще то, что под рукой вообще попадется, тряпкой, там, не знаю, ведром. Вообще часто бывают такие, может быть, не лично кто-то, кого вы знаете, а в принципе попадаются ли такие во время пустота? Ну, прям наглые. Наглых я не видела. Если в базаре, я не видела ни разу. Ну, а в других бывают. Вообще обобщенные, я имею в виду. Бывают. Бывают, да? Приходят, да, там, что приходится все-таки вызывать охрану, и чтобы... А так, чтобы самой грубить, смысла нет. А до Махача доходило когда-нибудь? Да. Да? Серьезно? Расскажите про такой случай. Это в Малибой, опять-таки, потому что я там больше времени проработала, и просто там охранники, мальчишки, они, скажем, все Чечню прошли, и все, и как бы на поде стояли. И, получается, приходят вот такие, скажем, в спортивках, еще в четной, и ему просто говорят, ну, запрещен вход, ну, более так, не понимает людей, не понимает. Вот раз, и начинают оскорблять, начинают оскорблять охранников, да ты это, да ты, ну, всякими словами. И уже, конечно, они не его держивают, и просто могут по морде дать. Слово за слово. Ну, бывает такое, что они по морде дают, я потом вызываю скорую. Ого. И такие случаи были. Блин, жесть. А до крови? Ну, до крови нос могут сломать. Просто вот представьте, люди, которые прошли Чечню, один удар, и ты упал. Ну да, там мало не покажется, сто процентов. Да. Просто жалко, и вызываешь скорую, и уже стоишь, ждешь, пока заберут. Да. Какие у нас еще остались веселые вопросы? Юля, ты умеешь подкидывать? Давай. Я вам сейчас что-нибудь вкину, вы не обрадуетесь. Как детей. Жестко. Окей. У меня, наверное, серьезный вопрос есть. Если что, потом остренький можно додать, докинуть в костер. Вы такое поколение, которое прожило, прожило много временных отрезков. То есть вы жили и в СССР, вы застали застой, вы застали перестройку Путина, Ельцина. Ну, я сейчас не по порядку, но в целом и Чечню, и самые знаменитые теракты. В целом, ну, время очень сильно поменялось. И вот, может быть, был такой период, в который вы бы хотели вернуться и там остаться? Или хорошо сейчас? Я бы вернулась в СССР. СССР? Мы не заметили, мы жили хорошо, прекрасно. И восточное воспитание, оно все равно немножко другое. Там соседу ближе, чем родственник. Там вот так вот. Если кто-то женится, он всегда придет, угостит. И не было такого, что были пустые магазины. Мы не нищенствовали, мы нормально жили. А пришлось переехать только из-за того, что в 90-х годах немножко, как бы, скажем... Конфликт пошел. Конфликты были. И как бы они, ну, грубо говоря, намекали, валите в Россию. Хотя вот я жила всю жизнь и родилась там. И просто пришлось, мы так подумали с мужем, пришлось то, что все-таки у нас дети, что они будут в дальнейшем как жить здесь. Только из-за них. Это было максимально стабильное время, когда все чувствовали себя максимально расслабленные, максимально хорошо жили и наслаждались моментом, временем. Да. Рима, у вас как? Я тоже вернулась бы в СССР. Хоть и сейчас и говорят там, ну, то, что вот при СССР не было колбасы, да что там, много чего там в дефиците было. Да нет. Сони, Плейстейшн. Люди, люди все ели. Все, все люди доставали, что-то как-то и одевались, и, в общем-то, все было. Жили сообща, я знаю. Жили сообща, да, дружно. Кстати, было очень много добрых людей, отзывчивых, вот если кто-то кого-то бил еще, никогда просто так не проходили, обязательно делали замечания, и в ответку тебе никогда не могли бы там послать или еще что-то. Или вот как сейчас происходит, там кого-то убивают, стоят, просто снимают на телефон. Нет, чтобы позвонить куда-то, еще что-то. Ну, может, вот я еще из такого поколения осталась, я не могу всегда пройти. У меня все время какие-то приключения вот с этими вот, я не знаю, вот у меня дочь тоже говорит, мам, ну зачем тебе все время это надо, все время ты куда-то вляпываешься. Но если я вижу, кого-то бьют, я, конечно, ну, начинаю орать там, болицу, еще что-то, еще как-то стараюсь там, вот так, я не могу. Да, раньше и двери были открыты, как-то и соседи к соседям перехаживались, то есть у нас даже двери не закрывались, даже если закрывали, мы ключи под коврик клали. Да, да. Все знали, что под ковриком они. И никто не заходил, никто не заходил. И в случае вот так уж на помощь все шли, как Гуля говорит, все помогали друг другу. Расскажите о своем клубе мечты, например, тот клуб, который бы вы сами сделали, что бы отличалось вот в этом клубе по сравнению с тем, что есть сейчас здесь, вот что вы видите каждый день, можно так сказать? В чем была бы разница, что вот клуб вашей мечты? Клуб моей мечты? Не знаю, но может быть там было бы несколько этих, скажем, залов для одного поколения, для молодых, там вот как-то вот так, чтобы. Есть же тоже вот, например, нашего возраста люди, которые тоже хотят тусить. Да, да. Им некуда особо идти, куда? После 30 или 40 там раньше какая-то была, ерунда, сейчас, по-моему, такой и нету. Где вот дом офицеров раньше ходили, все тусили. Сейчас там сделали театр, Кореева, по-моему. Вот, а вот нашего возраста, получается, они сидят тупо дома, как эти. И некуда сходить, некуда посидеть. В джем-бар не пустят, короче. Наверное. Все, все ясно. И потом им бы все равно, если вот такие люди там лет под 40-50 куда-то идти в клуб, им будет как бы немножко некомфортно. Некомфортно, да. В джеме тусить и так далее. Да, я понимаю, конечно. Блит-сопрос, Юля. Да. Время пришло. Пожалуйста, супер. Мы ждали этого. Мы знаем, что вы работали еще в караоке-баре. И получается у нас такой блиц, базар или караоке-бар? Базар. Угу. Дальше. Назовите три вещи, которые вы бы убрали, заменили в каком-нибудь клубе. Мне кажется, базар, вообще все хорошо там. Я вот думала на этот вопрос. Что-то мне кого-то все устраивает. Там все время Марселька переделывает какие-то, и ты сейчас к Хэллоуину. Свет, да? Там все, да, там что-то готовят всякие там. Декоражные. Каждый раз прихожу, каждый раз там что-то разное. Я даже не успеваю настроиться. Ну это, значит, нечего менять. Это очень круто. Дальше. Следующий вопрос. По десятибальной шкале, насколько вы устали? На данный момент. Вот просто по десятибальной шкале, где десять, это совсем в хлам устал. Ноль. Супер, супер кайфую. Я вообще не устала. Значит, ноль. Я тоже хочу так жить. Блин, это, по-моему, это самые счастливые люди. Это очень круто, серьезно. Так, а назовите три главных качества работающего в базаре сотрудника. Кого? Какого именно? Да, вообще любого. Собранность. Внимательность. Креативность, наверное. Креативность обязательно. Это самое первое. Да, это самое первое. А вы креативите? Вы вот такое, чтобы креативили, семьи, свои идеи подкидывали. Да, 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 да. Я с ними вечером креативлю. Когда полы мою, они мне ставят меладзе, я мою и чуть-чуть поеду. Серьезно? Вам ставят меладзе? Серьезно? У них традиция такая есть? Нет, ну не всегда, но редко. Ну это круто. Самый любимый исполнитель вот за всю вашу жизнь, вот которого вы готовы слушать реально 24 часа сутками напролет. Самый любимый. Ну это опять из 90-х же. Да, кто угодно. Мне нравится Modern Talking. Modern Talking. О, Гейдж мне нравится. Ну вот у них клевые вайпы как раз. Да. А у вас? Рима? Да. Так я сразу даже не могу так это вспомнить. У меня тоже этот вопрос ставит тупик, потому что я не знаю исполнителей, артистов. У меня, например, много. Да, у меня много очень любимых. У меня тоже много. У меня тоже много. У меня любимых песен много? Джейми Ракуая, например, Фаррелл Уильямс и так далее. То есть я могу долго пересмотреть. Мне Глессис тоже нравится. Но если вот так причинать, их очень много. Да, 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 да. Их очень много. Но самый топ-топ как раз это Modern Talking. Да, я правильно понял? Вот сегодня только по Муз ТВ слушала, блин. Врубила там на все это. У меня дочь со мной поругалась, говорит, мама, ну тебя так включаешь. Отлично вообще. Супер. Так, следующий вопрос. Чему стоит поучиться у отдыхающих в клубах? Стоит поучиться, чтобы вот так отдыхать и расслабляться. Все. Забывать обо всем. Пришел в клуб, отключился нафиг. Отключился, все. Забыл про свою ипотеку. Про детей, оручку. Кирио и все в этом роде. Да. Ну для этого клуба и создан, чтобы ты пришел, отдохнул, потанцевал, поплясал, там, коктейльчики попил. И тебе было хорошо, все. Если бы вы все-таки немножко пили, вы выпили с нами в клубе? Да. Вот просто по... Нет, я пью зачем? Я люблю, например, виски, кола. О, супер. А наливал вам кто-нибудь когда-нибудь виски, кола? Ну вот просто как сюрприз, вот так вот. Мне делал коктейльчик, линарчик, бармен. Опероли. Опероли. О, вот это да, как вам понравилось? А я его пила в Италии, поэтому мне он нравится. Нормально, отлично. Ну значит, когда тусить придем, мы вас угостим. Хорошо. Опероли, правильно? Ну все, все супер, запиши. И все, кто слышит, тоже запишите. Опероли. Вот так, все, намотайте себе на ус. Кулюса, а вы говорили, что вы много путешествовали? Да. И путешествуете, продолжаете? Да. Возможно, вы назовете свою самую любимую страну или город? Город? Париж? Да, сам Париж. Сам Париж. А что больше всего понравилось? Мне там все понравилось. Начиная с Диснейленда и кончая Монмартром, мне все нравится. Начиная Лувром. Это город действительно. Вот раньше я не понимала, вот когда я уже два раза там была, и когда вот как-то увидеть Париж и умереть, это действительно так. Город для жизни. Там другой совсем народ, там люди, они настолько простые, вот настолько тебе готовы помочь, хотя я языка не знаю, мне, ну так, два-три слова, вот то, что, да, вот, что-то спросить, цена какая, что-то там это. Это, они сами тебе идут на встречу и сами как-то это. Но мне нравится Франция, очень. Здорово. Круассанчики. Я-то винишко. Винишко хорошее в Испании, в Санкрии. Ну, здесь, да. Оно там отличается от... Самое крутое в Грузии, в Грузии были? Нет, хочу все съездить. О, это вообще бешенство, серьезно. Я из тех людей, которые любят глазами, поэтому я просто еду туда и схожу с ума, правда, от этих видов, просто космос. Ну, Испания тоже, она, мы когда были на дегустации, там тоже нереально, прям, ну вообще, я не знаю. Уже к концу мы были уже никакие, поэтому было все равно. Ну, на то и дегустация, нормально. Надо она и Испания в целом. Совет 18-летней себе. 18-летней себе, я думала тоже над этим вопросом. Ну, скорее всего бы, наверное, я себе могла посоветовать не торопиться выходить замуж, потому что я вышла 18 лет, как бы, и как бы у меня не так много было времени, как уремусь там потусить, еще что-то, зато я сейчас все это успеваю в поездках. Вот сейчас же есть, да и не только в базаре, вот вы тусите же, вы, получается, и работаете, и тусите. Я бы себе пожелала бы, чтобы не спешить, не торопиться, а наслаждаться вот молодостью, вот этим вот, как бы замуж быть. Да, всегда можно успеть. Да, конечно, я тоже надеюсь, думаю. А вы? Как бы так, что вы тебе сказали? Я тоже так сказала, да. Я хоть и 23 года замуж вышла, но все равно я не... Для себя все равно мало пожила, мало поездила. Рановато, да. Ну, кто же знал, что вот так вот я шесть сырых детей рожу, и... Ого! Да, мам шесть сырых детей. Прекрасные дети у меня, да. Ну, муж рано умер, пришлось мне, как говорится, одно все это... Тянуть. Тянуть, да. Все, как говорится, отвернулись, побоялись, потому что придется помогать. Ну, ничего, вытянули, да. Всегда так, ничего. Вытянули, прекрасные дети у меня вообще. Ну, а сейчас вот отдыхаю. Я на пенсии, я живу, наслаждаюсь каждым днем. Время для себя. Для себя, для любимой, для одной. Ну, может, это все тоже надумает, захочет брать евротуры, ездить, поесть, по городам. Да, я тоже надеюсь. Очень много ездят, молодежи очень, я все раньше думала, ну, нет, очень бывает, вот, поженились, поехали, еще что-то бывает, и одиночками ездят. Классно. Я бы в одиночку поеду. Есть ли у вас дача, сад, огород, такое традиционное место, куда вы там ездите? Да, я уже спрашивал точно. Рима у вас нет, да? У меня нет. Ну, я не любитель сажать, и вот это все. У меня любитель муж. Вот он любит эти цветочки. Я как-то вот что-то как-то к земле не очень люблю. А я езжу к сестре, она домик в деревне купила, и вот летом же у ней там зависаю. А есть права? Нет. У меня прав нет. Прав нет. Если бы были на байке, катались бы? Наверное, да. Я нет. Супер. Я боюсь. Серьезно, на каком спорт какой-нибудь или как? Я плавание люблю. Я брала в прошлом году фит, в этот фитнес, годовой абонемент вот ходила. Все, в этом году никак не могу еще. Вот хочу на танцы записаться, все, хочу зумба научиться. Блин. А с парашютом прыгали вы? Нет. Нет? Я как-то боюсь немножко. Один раз просто и... Нет, у меня вот дочь летала на каком-то этой фигне, вот как тоже там... Это план? Да. Ну я что-то боюсь как-то, я высоты боюсь. Я тоже боюсь высоты. А в целом какие-то, может, еще экстремальные штуки хотели бы попробовать? Вот я в этом году мечтала, если не коронавирус, поехать в Мексику. Угу. Поплавать с акулами, с китами, потому что у меня муж тоже дайвер, и как бы вот выбрали Мексику именно поехать. Ну а теперь получается на следующий год. А на Ибицу? Нет, в Доминикане была, а вот что-то Ибица... А потусить? Ибица нет, да? Почему не на Ибицу? Почему не нравится? К тому же и европейская молодежь лисит просто. Да, 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 прям вообще пополнили, отбитые вообще космос, серьезно. Ну может быть, я сперва хочу поесть по таким вот, где мне хочется. Мне хочется побывать в Бразилии, мне хочется побывать там, например, в таких... Латинская Америка, в той части. Ой, там очень весело. Мне бы такую. У нас все время что-то приключается. Хорошо, но я бы для начала хотела спросить про три ваших нелюбимых песни, которые вы вообще категорически не любите. Сразу, сразу, это вот эта, сука даже, я скажу, песня «Лифчик за три тысячи», вот эта, я не знаю, что... Не нравится вам? Нет, ну мне кажется, это вот песня «Колхоз». Ну да, да. Я вообще просто в шоке от этого, даже Бузову готова слушать, но вот эта песня «Лифчик за три тысячи» — это нечто. Рима, у вас. Я ничего не могу сказать насчет этого, потому что я музыку мало слушаю. Ну то есть вы, когда работаете, вы вникаете в смысл песен, да, русских? Ты думаешь, «Лифчик за три тысячи» включает в базаре? Не все слышно до меня, вот это вот. Нет, я-то просто в лимажуре еще работаю, там караоке поют. А, понятно. Вот она поет. И до караоке я и в Малибу все время слушала, и как бы вот, я говорю, у меня вся проблема в том, что я все время дома ставлю громко музыку. Хорошо, вот мы живем в своем доме, меня, наверное, соседи уже давно засудили просто, просто. Какую музыку слушаете? Я слушаю разную, начиная от Билана, что там вот это самое, начиная от Полины Гагариной, ну разные. В общем, у меня нет такого, чтобы прям вот, ну, любимчик-любимчик. Окей, самая любимая группа сегодняшнего дня, Modern Talking сегодняшнего дня, так сказать, вот. Вот, давайте. Кто? Кто? Modern Talking сегодняшнего дня, вот прям супер группа какая-то. Блин, что-то... Даже я не знаю. Ну, из русских мне нравится более такой Би-2 и Ария мне нравится. Остальное, Modern Talking, он сам по себе, вот. Я его не могу даже с чем-то сравнить. Ну, что-то совсем отдельное, ясно. Ну, что, песни? Давай, продолжение. Тут на татарском. Окей. Что-то на татарском, я не понимаю. Ну, татарский тоже нормально. Вот Эл Грей сейчас вот этот певец, он мне тоже очень нравится. Кто-кто-кто? Элвин Грей. А, Элвин Грей. Мне послушалась Доктор Дре. Нет, он нормально же поет. У него сейчас такие песни, он вот эти старинные песни... Но он выглядит не очень. Да нормально он выглядит. Он просто такой вот... Он башкирин или это... Да, он башкирин, да. Ой, тем более... Сколько ему лет, как вы думаете? Я думаю, ему где-то под тридцатник. Под тридцатник, двадцать семь, двадцать семь. А ему сколько, наверное? Ты знаешь? Ну, он выглядит молодо, в любом случае. Продюсеры, сколько ему лет? Он не молодо выглядит. Тридцать? Он не молодо выглядит, да, мне кажется, вообще... Он хорошо поет с Гузель Ураза, когда вот они там... Она мне тоже Гузель Ураза нравится. Такое у него лицо прям круглое какое-то. Много таких певцов татарских, в принципе, можно... Вот, мне очень нравится вот это. Ильсия Бодриддинова. Ну, а современная, наверное, поделала. Татарский вайп, короче. Всё окей, понятно. Ну, хорошо, понятно, не знаю. Бас, Казым, Апипя. Ну, это татарский... Ну, а вы можете продолжить? Пропеть, Синбас, Масан. Синбас, Масан, Гинбасан. Ага, понятно. Следующая, давай-давай. Пропеть сможете, да? Чё-то... Там петь нечего, да, уже, по-моему? Ну... Тугангяк. Да, блин, ну я хотела сначала, а ты уже припев сказал. Тугангяк, это Василия Фатахова, которая поёт? Да, давайте её. Знаете несколько строчек? Тугангяк. Я не знаю. Я тоже знаю. Тугангяк, 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 Тугангяк. Вроде как-то поют певцы, ты как бы с ним подкупаешь, вроде как-то знаешь. А вы вообще знаете татарский, разговариваете на татарский? Всё, супер. Я чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Ну, можно, например, все по-русски говорили. Ну, самое главное понимать. Тугангель. Тугангель, Дематургель, как там? Как там, 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 Минкуляр? У меня там, Худнарка, были там, Кинтугангель по школе. Супер. Прям все знают. Как дела? Как дела? Как дела? Песня? Да. Песня «Как дела? Как дела?» Это же ваша любимая. Как дела? Да, 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 да. Это новый. Кадиллак. Не-не-не, это ты исполнила. Римма, давайте сами. Мы вам напомнили слова, там просто «Как дела? Как дела?» Ну, в принципе, больше ничего. Делать деньги, делать деньги, делать деньги. Вот так. Розубаун даже ее перепел. Урганте, да. Советую послушать. Классика великим. Я больше не люблю Розубауну. Нет, это было... Это было очень круто. Давайте вместе. Ну. Я что, ты эту песню хорошо не знаешь? Я тоже. Нет, ну просто так. Я только Тимотин знаю. Лада Седан, баклажан. Ну, вот это все. Одно время она популярная была. Да. Да, там тоже есть слова? Лада Седан, баклажан. В 2015-м. Кроме этих? Лада Седан, баклажан. А что-то есть такое, да? Так, окей. Ну что? Я предлагаю действительно задать вопрос нам? Да. Какие у вас есть вопросы? Вы бы хотели спросить у современного поколения? Как вы представляете будущее вашей жизни? Обобщенно. Вот. Например. Кто-то чем-то занимается, кто-то чем-то увлекается. Вот нам тоже интересно. Да. Молодежь-то. Да, какое хобби. Хобби, да. Смотрите, давайте я думаю, что я больше от лица поколения скажу. Дело в том, что действительно поколения поменялись. И раньше, если первостепенным и приоритетным вопросом был в голове людей, в сознании вашего поколения, это стабильность и все в этом роде, да, стабильность, семья, дети и так далее, то сейчас в нашем поколении все-таки приоритет отдается к самореализации. Я думаю, что наше поколение делает ставку именно на это и уже после самореализации или в ходе, в подходе самом к этому Лас-Вегасу, образно выражаясь, да, к своей мечте уже и появляются ориентиры на рождение детей, женитьбы и все остальное. То есть в этом есть разница поколения. И это, я считаю, что в первую очередь отличие как раз и план сам по себе. То есть у нас немного строится по-разному планы. Ну и в целом получается то, что ваше поколение и вообще прошлое, они были больше направлены на создание жизни, наверное, вокруг себя, помощь всем остальным. А сейчас наше внимание современному поколению направлено внутрь себя. И именно мы прислушиваемся больше к себе, мы свое мнение отстаиваем, мы знаем, чего мы хотим. И, ну, не оглядываясь ни на что и ни на кого к этому стремимся. И, наверное, это, ну, тоже вот ключевой момент, получается. Самореализация тоже. Внимание к себе в первую очередь. Но при том, при всем, нужно еще обязательно выделить фактор такой, что сейчас очень много созидательных программ, созидательных миссий в нашем поколении. То есть мы зачастую помогаем бездомным животным, кому-либо, тем, кто в этом нуждается. И меня это так радует, если честно. Мы сами в этом поднимаем участие, и нам это приятно самим. Вот, вот так. Так что разница вот такая. Хотя и ваше поколение тоже, я знаю, что очень много всего делали. Вы гигантские молодцы. Ну что, я от себя хочу сказать огромное спасибо за супер крутой эфир. Хотим услышать вас. Да. Вам тоже большое спасибо, что пригласили. Вам было интересно, я надеюсь. Это нам было очень интересно. Большое спасибо, что ваш канал продвигался. Спасибо, спасибо. Это очень важно, да. Гулюса, Римма, вы супер крутые. Правда, нам было приятно услышать именно от вас все, вот что вы сказали относительно всей этой тусовки. Потому что, знаете, самое главное в этом во всем, что мы услышали и увидели это изнутри. Непосредственно от тех людей, с которыми просто так не заговоришь, блин. Серьезно, ты приходишь в клуб и что-то такое идешь. Эй, эй, здрасте, как дела у вас? Кадиллак? Хе-хе-хе. А, опироль? Или виски-колы сегодня? Вот. И от себя мы вам желаем действительно, знаете, стать еще ближе к молодежи. Прямо еще больше общаться, еще больше контактировать. И самое кайфовое, что все при этом получают удовольствие и все еще сильнее молодеют. Правда. Большое спасибо. У нас есть для вас небольшой сюрприз. Просто наша благодарность за то, что вы приехали, уделили нам время и внимание. Нам безумно приятно, правда. Вы все с другой стороны показали, блин. Это кайфово, правда. Еще я каждому молодому человеку желаю такой же жизни, как у вас. Это кайф, это вайп. Я желаю каждому двигаться на вайпе. И вам тоже. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Дайте пять. Супер. Е-е-е. Кадиллак, кадиллак, да? Да, кадиллак. Юля. Да. Ха-ха-ха-ха-ха. Субтитры сделал DimaTorzok